Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Вы часто просите меня, и ролики, где я показываю свои тренировки, как тренируюсь именно я, особенно по принципу периодизации, набирают больше всего просмотров. И сегодня для вас, друзья, я снял свою тренировку над окислительным мышечным волокном. И работать мы будем сегодня над широчайшими мышцами спины и над грудными. Погнали! Ну что, друзья, вот так вот я люблю поесть перед тренировочкой. Для углеводов это картошка запеченная и говядина с сыром, тоже запеченная в духовке. Огурцы там, помидорки. Обязательно вместе с едой раз в день принимаю витамины. От GNC я это не раз говорил. Либо GNC, либо Animal Pew. И в последнее время я постоянно с каждым приемом пищи принимаю две таблетки Лизина. Это наша компания, лучшие в мире, никто не делает аминокислоты. И четыре таблетки Эргамина. Это получается я где-то 12 таблеток пью Эргамина в сутки. И шесть Лизина. Ребята мне обещают, они скоро еще сделают сейчас уже аргинин, чего я жду очень и очень хорошо. И, кстати, нашел для себя вот такая классная штука. Это электролиты. Здесь B12, здесь все. Это я пью уже, добавляю в воду, которую пью на тренировке. Ну что, увидимся уже на тренировке. Всем приятного аппетита. Естественно, после общей разминки, после экстензии спины, мы делаем специальную разминочку. Когда мы тренируемся с вами над окислительным мышечным волокном, специальная разминка заключается в подборе рабочего веса. В подборе отягощения. Потому что очень часто это является точкой преткновения для большинства тренирующихся. Итак, друзья, работать мы будем следующим образом. Сделаем серию, а вы знаете, что в серию входит 3 подходика. Сначала на спину, затем на грудные. Между такой серией мы будем вставлять 2-3 подходика на голень. Но, чтобы общий объем за тренировку был минимум 5 подходов на икроножную мышцу. Но не больше 9. Как вы понимаете, над голенью работаем в обычном режиме. Ну что, друзья, первое упражнение на спину это тяга. Тяга вертикального блока, где каждая рука независима. Мне очень нравится выполнять работу в данном тренажере над широчайшими. Потому что она позволяет максимально задействовать и, что самое главное, чувствовать именно работу широчайшей мышцы спины. Вы можете найти то положение кистей, которое вам удобно, которое анатомически может по максимуму отключать бицепсы, разгибатели, сгибатели точнее. И направлять нагрузку целиком и полностью в широчайшую мышцу. Поэкспериментируйте, попробуйте и вы увидите, что это очень и очень классное ощущение. Для тех, кто никогда не работал над окислительным мышечным балаком, хочу сказать, что мышцы у вас будут болеть по-особенному. Мышцы будут болеть и сжение в мышцах будет именно во время рабочего подхода. Мозг-мышца, вот эта вот пресловутая связь, о которой говорит большинство блогеров, тренеров и выступающих спортсменов, нарабатывается в данном конкретном случае просто шикарно. Я не знаю лучшего подхода для опытного уже, конечно, человека, как можно лучше улучшать вот эту связь мозг-мышца. Делаем три подходика, да, это у нас одна серия. И переходим к грудным мышцам. Сегодня первое упражнение для грудных мышц, это будут специальные разведения. Но не с гантелями, а в тренажере. Как вы увидите, вся сегодняшняя тренировка проходит исключительно в тренажерах. Несмотря на то, что я предпочитаю и всегда преимущественно работаю со свободными весами, со штангой, с гантелями, над окислительным мышечным волокном, я предпочитаю работать в тренажерах. По той простой причине, что я могу конкретно сконцентрироваться на работе мышц, целиком и полностью направляя ее, можно сказать, изолированно непосредственно в целевую мышцу. Попробуйте, и вы поймете тоже разницу. Сделали очередную серию для грудных мышц и переходим к работе над голенью. Естественно, нужно будет сначала здесь сделать 3-4 разминочных подводящих подходика и 1-2 на первый раз рабочих подхода для голени. Этого будет достаточно. Переходим к следующей серии для спины. И это будут уже горизонтальные тяги. Тоже в тренажере, где каждая рука работает независимо. У каждой руки свой отдельный блок, свой отдельный стек с весом. Попробуйте, настоятельно рекомендую. Это тоже очень и очень помогает сконцентрироваться непосредственно на работающей мышце. Также поработали 3 рабочих подходика и переходим к грудным мышцам. Грудные мышцы, следующая серия будет в тренажере. Именно в жимовом. Почему я стараюсь больше делать работу над грудными мышцами именно в окислительном мышечном волокне, работая в разведениях? Да, все очень просто. Потому что в жиме, когда особенно работаешь в таком режиме над окислительным мышечным волокном, очень сильно забивается трицепс. Мне это не нравится, меня это отвлекает. Я не могу целиком и полностью сосредоточиться на грудной мышце. Другое дело разведения, друзья. Сам Бог велел, это основная функция грудной мышцы, приводить руку перед собой. Попробуйте и вы сами тоже поймете и почувствуете, почему я делаю именно так. Закончили и переходим к мышцам голени. Здесь разминка уже не нужна, работаем 2-3 рабочих подходика. И переходим, друзья, к заключительной серии для спины и для грудных мышц. Для спины это будет тяга в том же тренажере, но уже будем работать двумя руками одновременно. Соединив блок в один общий и работая таким образом. Обратите внимание, друзья, я еще не говорил об этом, но сегодня и вообще в принципе сейчас работая над окислительным мышечным волокном, я увеличил работу под нагрузкой. Я делаю минимум 30, максимум 40 секунд. Обычно где-то 35-37 секунд получается во втором и в третьем подходе. Вес подбирается таким образом, что на первом рабочем подходике в серии вы чувствуете жжение непосредственно уже к 40 секунде. Но зато, начиная со второго подхода, последние 8 секунд второго подхода вы боретесь именно с нестерпимым жжением. А в третьем рабочем подходе часто даже приходится понизить вес. И все равно жжение наступает за 15 секунд до окончания подхода. И вот здесь начинается самая настоящая работа, самый настоящий бодибилдинг. Пробуйте, кайфуйте. Время отдыха между подходиками в серии я тоже увеличил до 40 секунд. Но, если я работаю на 30 секунд, или как раньше работал на 30 секунд, я и время отдыха тоже ставлю таким. В общем, время отдыха у меня всегда равно времени под нагрузкой. Закончили, друзья, с широчайшими. И переходим к грудным мышцам. И третьим упражнением это будет снова разводка, но уже в нашем любимом и всем известном тренажере пэк-дэк. Баттерфляй или бабочка в простонародье. Делаем то же самое. Три рабочих подходика. И, друзья, на этом тренировка закончена. Осталось только выполнить очередную серию для голеностопа. Работайте, друзья, над голенью. Обязательно. Поверьте, когда у вас голень не очень сильно отстает от рук, а когда она еще и соответствует рукам, это смотрится очень эффективно. Совместно с широкими дельтоидами, большими руками, большими икрови, талия смотрится уже. Какой бы широкой она у вас ни была. Возьмите это себе на заметку. И, естественно, широчайшие мышцы спины. V-образную форму еще никто не отменял. Именно ширина спины задает, насколько визуально узко смотрится наша с вами талия. Ну что, друзья, вот тренировка и закончена. Осталось сделать только гиперэкстензии и заминку. А также раздянуть работающие мышцы. Широчайшие и грудные. Как это делать, у меня есть отдельный ролик. Найдите его и изучите, если вы вдруг пропустили и не знаете. В чем же отличие, спросите вы, когда мы работаем над окислительным мышечным волокном, от того, когда мы работаем с вами над гликолитическим? В моем случае это, друзья, все равно я стараюсь чуточку замедлять темп движения. Мне больше нравится, работая над окислительным мышечным волокном, замедлять движение как в позитивной его фазе, так и в негативной. Но негативную фазу я стараюсь замедлять, затягивать при работе над обоим типом мышечного волокна. Для меня это очень-очень важно. И, естественно, работая над окислительным мышечным волокном, мы с вами объединяем подходики в мини-серии. Это три подхода, одна мини-серия. Работаем 30 или 40 секунд и столько же секунд отдыхаем. Естественно, веса должны быть где-то 30-35% от тех, с которыми мы работаем над гликолитическим мышечным волокном. Соответственно, получается, что время под нагрузкой у нас гораздо дольше. Что же, работая над гликолитическими мышечными волокнами, происходит? Происходит. Следующее. Выполнив один рабочий подход, мы с вами должны отдохнуть от 5 до 10 минут. Перед тем, как прийти снова к работе над той же мышечной группой. К примеру, если это будет спина и грудные, как сегодня было над окислительным мышечным волокном. Но если бы мы работали над гликолитическим, то я бы сделал один рабочий подход мощно на широчайший. Это было бы где-то 20-25 секунд под нагрузкой. Вес был бы гораздо больше, солидней. И амплитуда движения была бы у меня максимально полная. Потому что, все-таки, я считаю, что амплитуда тоже очень и очень важна при работе над гликолитическим мышечным волокном. Рабочих подходов было бы от 5 до 9. Но обычно я очень редко могу выполнить 9 рабочих подходов, работая над гликолитическим мышечным волокном, на одну мышечную группу. Обычно это 5-7 подходов. И я полностью выдыхаюсь. Больше у меня нет сил на то, чтобы продолжать работать. Кстати, это самый главный показатель. Когда вы чувствуете, что работоспособность упала, упала ваша сила, мощность. Другими словами, вы не можете уже работать на то же количество повторений, над которыми работали. Значит, тренировку нужно заканчивать. И еще одно важное отличие, которое я уже заметил для себя. Работая над окислительным мышечным волокном, часто к третьему подходу я вес понижаю. Если же я правильно работаю над гликолитическим мышечным волокном, то часто я повышаю рабочий вес от подхода к подходу. Так что, друзья, вот такое видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. И обязательно делитесь этим видео и другим в своих соцсетях. Это помогает мне развиваться канал, помогает мотивироваться, продолжать снимать для вас видеоролики. Вам не сложно, а мне приятно. Тем более, что основная информация на этом канале для вас абсолютно бесплатна. Да что там говорить. Все, что вы смотрите на этом канале, читаете у меня на сайте абсолютно бесплатно. Платно у меня только персональные тренировки, группа и, естественно, книги, над которыми я долго работал. Ну что, друзья, увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. И не забудь нажать на колокольчик.